У молодого человека, который так сильно заинтересовал мою внучку, должны быть отличные оценки. Значит, речь всё-таки пойдёт об Элле. О чём же ещё? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить Love Money Rock'n'Roll. И не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов. Для поддержки этого видео, а ещё можно платно подписаться на канал, или задоночить по ссылкам в описании под видео. Погнали! И тут у нас исчез эффект набуханности. Ещё один баг. Ды. Бутылка вис... Кстати, второй, который мне попался. Бутылка виски пустела на глаза, а мутный янтарный туман, плескавшийся в ней, благополучно перекочевал ко мне в голову. Всё сложнее было увязать друг с другом беспорядочно всплывающие в сознание образы. Наконец, я всё-таки закупорил бутылку и кое-как добрался до кровати. Нельзя завтра весь день валяться в постели, страдая от похмелья. Нельзя? Но почему нельзя? Ответ на этот вопрос мог дать только новый день. Девятнадцатая, ноль девятая, тысяча девятьсот восемьдесят седьмого. Особенно недобрым бывает утро, когда оно недоброе только для тебя. Всем остальным оно кажется прекрасным. С улицы прямо мне в лицо ярко светило солнце. В комнате было на удивление и тепло. Даже после сентябрьской ночи. Я перевернулся на другой бок, но сразу понял, что заснуть уже не удастся. Воспоминания о вчерашнем вечере начали проступать в памяти кусками. Как элементы мозаики. Вскоре выстроилась более-менее цельная картина. И я поблагодарил вчерашнего себя за то, что он вовремя стопанул. На часах было ещё довольно рано для утра субботы. Но самое время для открытия ресторана. Я кое-как сел, встряхнул головой, затем встал и шатаясь, побрёл ванну. Прохладный душ взбодрил меня достаточно, чтобы действовать. Сложно сказать, хватит ли о Сакуре с Кавашимой одного дня, чтобы прийти в себя. Но терять время сейчас нельзя. У меня не было чёткого плана действий. Я даже не знал, что собираюсь сказать Кагомо. Точно одно. Если я сам её втянул во всё это, то и мне расхлёбывать. Телефонная трубка выдавала ничего не значащие длинные гудки один за одним. Но это гудки вызова. Они означают что-то. Я звонил ещё и ещё, но никто так и не ответил. Очень странно. Можно было бы понять, если бы я звонил в Химицу или Кэтрин. Но Кагомо ведь живёт в ресторане. Очень странно. Может быть им телефон отключили за неуплату. Я не успел окончательно накрутить себя мыслями о причинах того, что мне не ответили. Потому что эти мысли прервал дверной звонок. Вдруг это Кагомо? Я бросился открывать. Но за дверью стоял... Майкл? Ау! Вот эту суку я не ожидал увидеть. Кагемару! С тобой желают поговорить Кабояши Дона. Коротко бросил он. По всему было видно, что в это погожее су... Судебное утро... Субботнее утро Кагемару предпочёл бы находиться где угодно, но не на пороге моего дома. В мозгу боролись друг с другом различные варианты ответа. Но те, что предлагали отказаться, быстро проиграли. Можно мне хотя бы одеться? Валяй, только недолго. По пустым улицам субботнего Токио, дорогая европейская машина, быстро несла нас к офису Кабояши Корпорейшн. Я не решался заводить разговор с Кагемару, потому что был уверен. Ответа всё равно не получу. Неужели всё дело в том, что Элли предложила мне стать басистом в своей группе? Ты долбоёб, что ли? Или меня везут убивать за то, что я плохо играю на васо? Оба варианта казались нереалистичными, даже на фоне всех происходящих в последнее время событий. Так или иначе, за свою жизнь я мог быть до определённой степени спокоен. Слишком много сложностей для людей, обладающих такой властью. Значит, от меня хотят чего-то другого. Бесконечная минута ожидания в лифте. И вот я вновь оказался на боквесть каком этаже в огромном каба... Кабинете Каби... Блять! Сука! Кабинете Кабояши Джона, главы Кабояши Корпорейшн. Буквально неделю назад здесь, ровно на этом же месте, он вызывал у меня не меньше благоговиния, но куда меньше страха. Наверное, дело в том, что мы сами пришли к нему. Пришли с определённой целью, запасшись хотя бы минимальной уверенностью в себе. Теперь настала его очередь требовать. Николай! Очень рад, что ты нашёл время зайти. Присаживайся, пожалуйста. Хе-хе-хе, как можно было... Как вроде бы можно было не найти времени. Ага. Ага. На ватных ногах я подошёл к столу и плюхнулся в кресло, которое показалось мне чересчур мягким. Как у тебя дела? Как школа? Всё хорошо, спасибо. Я рад это слышать. У молодого человека, который так сильно заинтересовал мою внучку, должны быть отличные оценки. Значит, речь всё-таки пойдёт об Элле. О чём же ещё? Да я б не сказал. Ты уже догадался, что я позвал тебя сюда не для того, чтобы обсуждать твою успеваемость. Он сверкнул глазами, и это было уже по-настоящему страшно. Ты должен понимать, что у меня существуют определённые ожидания в отношении Элизабет. Они, конечно, аналогично распространяются и на её круг общения. Если вы про то, что они позвали меня басистом... Глупо залепетал я, но Кабояша Джон не дал мне закончить. Конечно, это тоже деликатный момент. Разочарованно вздохнул он. Я не одобряю подобных увлечений, Элизабет. Но и не могу всецело всего ей запрещать. Когда были живы её родители, они, как я всегда говорил, слишком много себе позволяли. Но теперь, когда их больше нет с нами... А чё это с ними случилось? Почему у всех подряд родители гибнут? Постоянно какого чёрта? Он встал, заложил руки за спину и подошёл к окну. И было в этом действии что-то такое человеческое, простое и по-старчески бессильное, что я на мгновение забыл, что передо мной тот, кто по щелчку пальцев, может обрушить фондовые рынки по всему сука миру. У Элизабет больше никого не осталось, кроме меня. И я не хочу, чтобы она считала, будто я какой-то тиран. Он повернулся ко мне и продолжил всё тем же тоном мудрого профессора, читающего лекцию. Но только пока это её увлечение не выходит за рамки разумного! Поверьте, я полностью с вами согласен. Я рад это слышать. Однако вчера-то был в том подвале, где она репетирует. Или Эли Сан просто пригласила меня послушать? Тебе тогда, наверное, будет интересно узнать, что она нечасто приводит туда гостей. Я никак не мог понять, к чему он клонит. Что конкретно изменилось от того, что я вчера побывал у них на репбазе? Николай! Я очень ценил вклад твоих родителей в общий успех Кабояши Корпорейшн! Неожиданно улыбнулся он. Вы уже говорили. И тут ко вполне объяснимому страху примешалась злость, но я сдержался. Да! Прости, старика! Память уже не та, что в молодые годы! Кабояши Джун замолчал и просто пристально смотрел мне в глаза. Такой взгляд невозможно было выдержать долго. Кабояши Сама, я не понимаю, что я здесь сделаю. Вот сам-то как думаешь? Я не знаю! В каких отношениях ты с моей внучкой? В каких отношениях? Повторил я. Это чё? Дедовская забота? Гиперопека! Но какого чёрта тогда он приплёл моих родителей? Глубоко внутри начала разгораться ярость. Когда даже самый слабый зверь загнан в угол, у него остаётся только один выбор. Сражаться! Действительно ли от моего ответа что-то зависит? Если меня сюда приплели... Эп, блять, приплели, привели, чтобы просто поговорить, то рано или поздно отпустят. И если это такая игра в кошки-мышки, то мнение последней вряд ли имеет значение. Да, наверное, всё отрицать. Я же не намерен с Эли мутить. Отрицать. Окей. Это из-за её рота было. Кабояшу сама, мы просто учимся в одной школе. Не более того. И это чистая правда. Мне даже не пришлось врать. Но полноте! Я не собирался на тебя давить. Вдруг смягчился он. Я просто хочу, чтобы её, скажем так, увлечения не переходили грани дозволенного. Видимо, это означает, что мне стоит отклонить предложение Элли. Мы поняли друг друга, Николай? Поняли? Тогда Кагимару проводят тебя. Выйдя из офиса Кабояши Корпорэйшн, я последовательно ощутил голод, голод, злость и растерянность. К чему всё это представление? Чтобы доступно втолковать мне, что не стоит общаться с Элли, достаточно было одного Кагимару. И дед тоже считает, что я что-то знаю. Прячу какие-то документы и всё в этом духе? А-а-а, чёрт! Я бессильно выругался и быстрым шагом направ... Шагом направился прочь от этого проклятого... Барадура? Чё такое барадур? Блять, ладно, загуглим. Хуль нет-то. Барадур. В легендариуме Толкиена главная крепость... Или башня Саурона? А-а-а! Блять, ну соряныч, я... Я не фанат фэнтези. В том числе Толкиена. Желудок уже начинал коллапсировать сам в себя, образуя чёрную дыру. Частью найти дешёвый рамен в японской столице в 1987 году не так уж сложно. Сытый и немного успокоившийся, я шёл по полупустым улицам в сторону дома. Конечно, надо было ещё раз позвонить Кагоме, но после всего случившегося её проблемы меня немного... Для меня отошли на второй план. А вот у друзей Эли сегодня тоже выходной. Люди в последнее время доставляли мне слишком много проблем. Поэтому я решил пойти туда, где их меньше всего. В парк. Ча? На выходных в парке мало людей? Может быть... Как вообще всё дошло до этого? В пьесе о собственной жизни я получил роль Ромео. Только вот за мной не стоит могущественная семья Монтекио. А Кабо Яши Джун истинный Капулетти грозится покончить мой... Окончить мой земной путь. Если я только посмотрю на его Джульетту. А ведь наши сближения интересны и тем, кто следит за разворачивающейся на сцене драмой со стороны. КГБ в лице Ирины и Кагомы, которая ждёт отца. Если бы мы все оказались в другом произведении Шекспира, наш возможный союз наверняка был бы интересен и мне. Однако, может статься, что я попал не в Ромео и Джульетту, а вполне в себе в Гамлета. Понятно, что желание отомстить главе Кабо Яши Корпорейшн не больше, чем попытка погрозить небу кулаком. К тому же, я не могу быть уверен, что виноват именно он. Всегда остаётся возможность того, что автокатастрофа была случайностью. Да и где-то в глубине души этот старик не вызывал у меня того гнетущего чувства отвращения, что вызывают убийцы. Наверняка, он не смог бы добиться всего, чего добился, если бы не умел производить на других людей нужное ему впечатление. От бесполезных попыток ответить на вопрос, кто виноват, начала пухнуть голова. Уже давно бора была возвращаться домой и вновь звонить Кагома. Может, просто сходил бы к ней? А? Там дед к тебе более благосклонен. Я направился к выходу из парка, но свернув в тихую аллею, стал свидетелем неожиданной картины. На лавочке сидели Майкл и... Кэтрин! Да и... Хуй бы с ними. Пусть себя мутят. В чём, блять, проблема? Стараясь не шуметь, я подкрался поближе и спрятался в кустах. Они были уверены, что здесь одни, так что говорили достаточно громко. И мне всё было прекрасно слышно. Я понимаю, что для тебя это может показаться неожиданным, но я уже всё обдумал. Произнес Майкл своим обычным ровным тоном. Однако я уже достаточно давно его знал, чтобы понять. Он нервничает. Мы знакомы всего пару недель. А вот Кэтрин явно было не по себе. Хотя она и старалась этого не показывать. Мои чувства не изменятся. Так вот оно что! Блять, к нему наконец-то дошло. Я стал невольным свидетелем признания в любви. Если бы на месте Кати была любая другая девушка, это даже могло бы показаться забавным. Но сейчас веселиться мне совсем не хотелось. Более того, ещё пару дней назад я бы наверняка выскочил из этих кустов и надавал бы Майклу по морде. Но то ли визит к Кабояше Джуну охладил мой пыл, то ли дело было ещё в чём-то. Но я решил сначала посмотреть, чем закончится этот разговор, прежде чем рубить с плеча. Я, конечно, польщена, но... Если дело в Нике... При чём тот Ник? А разве не при чём? Между нами уже всё давно кончено. Её слова ранили меня куда сильнее, чем я думал. Понятно сама по себе констатация этого факта, что наши отношения закончились давным-давно, и сейчас мы, чужие люди, ничего не меняет. Однако я чувствовал себя как инвалид, которому лишний раз в грубой форме указали на его неполноценность. Тогда в чём проблема? Майкл, ты правда думаешь, что это работает вот так? Я не знаю. У меня нет никакого опыта отношений. Кэтрин лишь неопределённо хмыкнула в ответ. Значит, мне не стоит рассчитывать на взаимность? Рассчитывать ты, конечно, можешь, но вот обещать тебе я ничего не готова. Похоже, она просто издевается над Майклом в свойственной ей манере. На секунду мне даже стало жалко парня. Конечно, вряд ли кому-нибудь понравится, если его бывшая девушка начнёт вдруг встречаться с его же другом. Но сейчас я скорее был удивлён, чем взбешён. Я поговорю с Ником. Боже мой, да зачем? Даже я, сидя в кустах, испытал испанский эстет. Он мне кто? Отец, брат, муж, чтобы решать за меня? Если ты не можешь дать мне ответ... Я уже дала. То есть нет? Титрин крутила головой из стороны в сторону, лишь бы не смотреть ему в глаза. И вдруг остановила свой взгляд прямо на моём укрытии. Уверен, что разглядеть меня сквозь плотную зелень Катя никак не могла. Но неожиданно в ней словно что-то переменилось. Ты всех девушек вот так к стенке припираешь, требуя ответа. Я уже говорил, что у меня в таких делах мало опыта. Тогда вот что. Тебе нужно поработать над подходом. В каком смысле? Хотя бы постараться больше думать о том, что чувствует сама девушка. И поменьше обращать внимание на то, как ты выглядишь в чужих глазах. Ухмыльнулась она, понизив голос. Если ты так считаешь... Майкл оказался озадаченным, как будто его вызывал учитель, чтобы разобрать ошибки в экзаменационной работе. Майкл! Во всех прочих отношениях он всегда производил впечатление спокойного, рассудительного и уверенного в себе молодого человека. Но сейчас, сидя рядом с девушкой, которая ему нравится, он ведет себя как стеснительный первоклассник на линейке в честь начала учебного года. Ей-богу, даже Кёске справился бы лучше! Нет, мой осторожный американский друг. Любовь по учебнику не возобришь. Я рада, что мы поняли друг друга. Значит, у меня есть надежда. БЛЯАААА! Ответ на этот вопрос мы возможно узнаем уже в следующем выпуске. А может быть и нет? Кто знает? Ну а на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»